Так, ребят, тестовый коннект через... Тестовый коннект через 3G, сообщите, как? Вот прямо сейчас Мегафон Тестовый коннект через 3G, пожалуйста, скажите, что у вас тут есть, что вы тут видите, если вообще что-нибудь видите, то скажите Отлично, хорошо, значит, сливающий протест Йота идет нафиг Ладно, поэтому давайте немножко поатрацируем через 3G, по крайней мере здесь Тем более... там, вернее, какой-нибудь помощь включился, орело через Йоту А я, наверное, поработаю вот так, без Йоты Даже не лагает? Все, Йота идет нафиг Освобождение Алексея Навального осталось полчаса Готовьтесь, граждане Кстати, выглянуло солнышко встречать Алексея Да, я думаю, человек 50 сейчас столкнулся перед самим ограждением Плюс, наверное, все еще и в машинах, да? Что, Йенкаускас? Ой, это они? Да Позвоним Где этот муниципальный депутат, а? Звонит, он такой Его родимое такое, а он в Генкаускасе Если... Интересный тренер? Ну, решил, просто его пригласили на сюда и на детский утренник Это не странник В детский утренник Сказать недалеко? Это... А вон Йенкаускас Охохохохохо Хочете! Да, пришел Константин Йенкаускас Самый неудобальный депутат района... не помню Разворачиваемся Депутат района не помню Зюзина Зюзина, да Константин Статисыч Да Дашь комментарий? Привет Привет Мы думали, что тебя спал и пошел на детский утренник Нет, 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 всем доброе утро Вот Видно, что по глазам доброе Да, да, ну что делать Центр политики и Центр Э переместили в Юзино, на некоторое время ждем освобождения Алексея Навального. Как вы считаете, как измените протест после выхода на свободу Удальцова и Навального? Он усилится только, в принципе он идет в правильном направлении, и без Навального все делалось правильно, а с Навальным еще как это будет более лучше правильно, как говорят наши страны. Знаешь, что сумка Навального уже на свободе? Кто? Сумка Навального отпустили. Ну эти это добрый знак нам какой-то. Сумка Навального уже на свободе. Нет, но боимся, что он в ней. Раньше в 8.55. В общем добрый знак для нас и не добрый знак для правительства и президента. Так вот. Чисто слезы. Да. Да, сон засвечивает, а что? Я на работу. Ааа. Аааа. Сейчас здесь находится, ну точно человек пятидесят, как минимум. Плюс в машинах. Вот, Олешковский стал считать всех. Он нас посчитал. Сколько? Человек 30 и пресса. А, говорит 400. Мы ведем информационную войну. ДМП. Блин, черт, сколько здесь людей? Ну ладно, давайте прибавим 200, которые на трансляции, и станет нормально. Каждый лицов на трансляции встречало 500. Позор, ребята. А тут сколько? Да, 200 них нет. Есть журналистов больше. Солнечные, которые мы видели. И они были, которые мы видели. Ага. Детлик часа. 25 минут. Будем отсчитывать, когда Таймс-Сквер. ТВ? Да, дофига на самом деле. Куча камер как-то опять здоровенных. Слава богу, что они сейчас не у меня за спиной, не орут. Мне подвиньте. Коллега, вставайте к нам. Да, в хом-видео. Полиция в парадной форме гестапо встречает победителя. Съемкой. Кстати, это довольно часто вообще. Уже второй раз я вижу, как это задание посвящает девушкам, собственно, дают. А зачем они снимают? На память. Вот так в телевизио еще не снимают. Вот. Осталось надеяться, что у меня за это время не кончится 3G. Я, кажется, его недавно пополнял, но это недавно. Дышу на ладом йоту, если не буду включать, я все-таки... Кстати, транслятор на заметку. 3G это очень полезная штука, это йога в местах. Через него не так плохо транслируется, и при этом, что делать, когда йота недоступна? Когда йота недоступна, вылезаешь, забиваешь весь канал своего оператора и радуешься, что у тебя какое-то время еще нормальная трансляция. Несмотря на то, что йот по-прежнему сливает протест. Если есть какие-то вопросы, соответственно, кидайте их в чат. Сошел стрим я не вижу. Вот, видимо, сейчас все оккупировали, я так понимаю, иностранную журналистку и дают ей интервью и практикуют своим английским. Как правило, когда к нам понабегает иностранец, примерно это и происходит каждый раз. То есть все окружающие иностранцы начинают практиковаться во владении английским языком. Это, конечно, понятное стремление. Я такой Навальный из КПГ встал. Пишет в Твиттере. Нормально, у тебя так в этих очках прическа. Да, откуда-то сзади развивается Навальный. Очень хорошо получается. Навальный. Сумка Навальный на свободе, запостил четыре раза все это. Что? Я, я опять, я опять, да, покажать все плохо, короче. Бывает такой глюк, на самом деле, который кажется, что он не в поиске? Ну, сейчас фахтус уже кидается в Твиттере, потому что я опять, да, опять косячил. Нет. Нет. Зачем? Ну, вот мы здесь стоим для этого. Мы здесь тоже, да, снимаем, вот тут трансляция. Ну, здесь на минуточку стоит 226 человек, им тоже интересно. Да, тут уже в онлайне 226 человек, да. Ну, и канал, кстати, назовите. А вас пока ноль. Ну, и, кстати, канал назовите. Так уж, слоу. О чем говорят, ну, Петросянет на тему того, что сумка Навального на свободе. Я написал. Пишут какие-то твиты, сзади тоже о чем-то говорят. Вон, кстати, РЕН-ТВ. РЕН-ТВ не лжет, так называемая. Нет, зачем вы ходите? В самый Астрахани. В самый Астрахани. О, Настя. Спасти насельника. Эй, Навальный. О, внезапно, кстати, пришел мент с матюгальником, это несколько удивляет. Ну, видимо, да. Нет, обычно, граждане, это акция не санкционирует. Ваш митинг не санкционирует. Уважаемые граждане, я попробую покинуть поезжую часть, как правило. Есть Ряпучино? Да. Можно заказ сделать? А, кстати, а этот супер кофе, он есть-то там? Спасибо. Правда? Который... Куда? О, кстати, девушка стоит с актуальным значком свободы политзаключенным. Да, очень актуальный. Так. 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 Вот. Это какой-то штатив, а вот я боюсь, что какой-нибудь хрен придет на штатив своей здоровенной камерой и мне все испортит. Испортит меня жизнь. Обычно портит жизнь. Нет, не всегда портит жизнь идти в товарищи с большими камерами. Я тоже стараюсь портит им жизнь, особенно, когда они не говорят с кого ни канала. Потому что вы сами понимаете, что это значит, если они не говорят с какого ни канала. В принципе, я могу снимать даже вот отсюда, из-под камеры. Здесь даже лучше видно. И не отсвечивает. Фоткай, фоткай. Вест Соло. Вот. Собственно, если... Вот только что подключился. Напоминаю, что мы находимся у спецприемника по адресу Семперопольский бульвар 2G, откуда сегодня ночью вышел Сергей Удальцов. И уже буквально через несколько минут должен... 20 минут. Должен выйти Алексей Навальный. Да, бездельники с большими... Это я бездельник, а не работягиваю. Забыли. Чего-чего-чего-чего? Это я бездельник, а не работягиваю. Забыли. Как ваших, а? 20 минут освобождения Навального. Там разговор был немножко другой. Просто, когда мы стояли на какой-то тумбе во время прогулки художников, там какой-то опять чувак большой камерой. За какую тебе тысячу? Меня запотребовало, собственно, свалить куда-нибудь, чтобы я не мешал мне снимать, про это такого он канала. Он начал подхёртить на то, что мы политиканал неопределяем, мы такие же роботеги, как ты, только ты бездельник. Понятно. Это фраз звучало именно так. Мы такие же роботеги, как ты, только ты бездельник. Ну да. Нормально. Все нормально. Различных телеканалов, которые неопределяют Учитывая, что я реально бездельничаю практически иногда 20 часов в сутки? Да. Активно. Вот, например, сейчас я тут вот бездельно чую ОВД уже сколько? Уже, наверное, около часа. Не увыдать, а приёмник. Приёмника, пардон. Кстати, я вообще потихоньку начинаю запоминать дорогу к московским спецприёмникам, ОВД, судам. Я, кажется, становлюсь настоящим оппозиционером московской версии. В частности, в Астрахани я, например, дорогу до Кировского районного суда, Кировского РОВД и, в принципе, спецприёмника на Рождественской, я знал, я думаю, лучше, чем до того же Сабвея. Да. Окей. То есть, если я где-то вот на второй неделе мог найти ОВД и райсуд, и мировой суд даже с закрытыми глазами, то... И всё твоё счастье, Реге. Вот, пришёл человек с камерой. Можете чуть-чуть, вот как можно левее человек, где вам ещё удобно? Сабвея. Ну да, я сливаю эфир весь шлак, а у них только, видимо, сливки. Сабвея. Ну да, я тут бездельничаю, а они нету. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok